Всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина, я основательница школы растяжки и балета Яя Дэнс, а также автор методики фитнес-балет онлайн. Сегодня к нам пришла в гости замечательная Юлия Владимирова. Она нутрициолог и сегодня она нам расскажет очень много интересных и полезных вещей о питании. Я подготовилась к данной встрече и записала несколько вопросов, которые часто задают как мои ученицы. Также на некоторые вопросы мне самой интересны ответы. Итак, я предлагаю приступить. Давай начнем с того, что ты расскажешь о своей профессии. Что это значит такое сложное слово нутрициолог, еле выговоришь. Расскажи немножко. Да, у всех оно периодически вызывает некоторое что, внутри как так. Это о том, как питаться и питаться осознанно. То есть это о том, что ты можешь выбирать продукты, исходя из не только из каких-то предпочтений своих. Например, я люблю блинчики, поэтому я их ем на завтрак. А еще о том, что, например, это быстрые углеводы. И к ним можно добавить еще что-то на белок, например, рыбу и что-то долгие углеводы, чтобы быть не только радостным от блинчиков, но еще и при этом долго с энергией. Вот. Ну, то есть к блинчикам я могу добавить семгу и еще там какой-то салат. Нет, это скорее будет что-то типа каши, либо овсянка, либо гречка. То есть что-то, что тебе даст энергия. Вот. И вот это примерно о том. То есть это разбор подробного питания с учетом особенностей по нутриентам. А чем твоя профессия отличается от профессии диетолога? Я не придерживаюсь диет. То есть диета сама по себе это исключение, например, сладкого. То есть я в ближайшие две недели вообще убираю сладкое из своей жизни. Я, например, ем яблоки и кефир в ближайшие две недели. Вот. Это строгое лишение для нас несвойственно, как для человека. И, ну, естественно, запретный плод сладок. И нам хочется в первую очередь есть сладкое. Вот. Поэтому мы едим все. Просто вопрос в количестве. Вопрос в дозировке. Вот. А вопрос только в количестве или вопрос тоже еще чем времени. Допустим, я ем сладкое там до двух часов дня, но я не ем сладкое после двух часов дня. Да, конечно. Во времени тоже. Просто тут такой вопрос, если, конечно, есть определенные пожелания, там, что ты сладкое ешь там до двух часов, это вообще прекрасно. Но если вдруг тебе прям очень захотелось, то там раз в неделю ничего страшного, если это случится. Вот. Поняла. Интересно. Следующий вопрос, который интересует меня и также, ну, меня он не так сильно интересует, но очень много моих учениц. Этот вопрос прям, я бы сказала, настолько волнующий. Это как похудеть? То есть вот они приходят, они занимаются, они следуют там графику моих занятий, но при этом они меня всегда спрашивают, а как нам похудеть, как нам питаться, как нам усилить вот этот вот эффект, что мы занимаемся, мы едим правильно, и тогда вот эффект будет намного сильнее. Вот как, что вы посоветуете? Я поняла. Ну, смотри, само слово похудеть, оно, я стараюсь его не употреблять, я стараюсь употреблять слово стройнеть. Вот. Потому что в самой даже этимологии этого слова, как худеть, это когда ты таки становишься худой-худой, а все места проглядывают, и в общем лучше быть стройным. Вот. Обращайте внимание, вот, как ты правильно сказала, на вторую половину дня, особенно на ужин. Если вы хотите стройнеть, то ваш ужин может состоять из белка и салата. Вот. То есть не добавляйте в гарнир. Говоря, рыба или мясо и салат? Да. Но мясо лучше все-таки переносить на обед, потому что оно очень долго переваривается, и вы там полночи будете его переваривать вместо того, чтобы спать. Вот. Поэтому да, рыба вообще отличный вариант, морепродукты, птица, яйца, омлет можете сделать, и салат с оливковым маслом, например, либо с любым другим растительным маслом. Это будет отличный ужин. Вот и все. То есть это вот такой простой рецепт? Это самое простое, что может сделать человек. То есть, конечно, если человек является моим подзащитным, я помимо того, что я нутрициолог, я еще адвокат тела. То есть я защищаю интересы тела моих подзащитных. Вот. И если я веду человека на протяжении нескольких месяцев, то, естественно, мы разбираемся точнее. Но если человек хочет просто простой рецепт того, как ему быть стройнее через некоторое время, то... То есть исключить сладкое до двух часов, после двух часов? Не исключить, да. А лучше вот, если его на первую половину дня переносить, каждое утро можете себе там ништяк в виде небольшой сладости, там макарон или конфетка, что-то обязательно себе добавляйте. Вот. А на ужин это, например, белок и салат. Рыба, например, с салатом с сливковым маслом. Такой простой рецепт. Интересно. Хорошо. Часто задают вопрос молодые мамы. Вот они родили, и уже как бы уже прошел и год, и два, и три, а вот живот не спадает. Хотя вроде бы они и занимаются, и качают пресс, и стараются бегать, но вот живот как вот был, так и остается. Что вы им посоветуете? Ну, с рыбы с салатом то же самое остается. Обращать внимание на вторую половину дня. Может быть, это лишняя вода. Что вы имеете в виду под лишней водой? Нужно обратить внимание еще на соленое, например. Насколько хочется соленого. Очень часто человек, если ест соленое, он как бы испытывает нехватку воды на самом деле. Наше тело думает, что если мы, допустим, хотим попить, то после соленого мы точно попьем воды. Вот. А соль, она задерживает воду. То есть, если человек мало пьет воды, эта вода задерживается, дает лишние килограммы, и ее можно, это можно очень легко исправить, просто пить от полутора литров воды в день. Ну, по своей норме. Вот. Ну, то есть, как бы таким женщинам и девушкам вы посоветуете просто следить за тем количеством воды, которое они выпивают в день. И вода, и ужин. Да, да. Конечно. Интересно. Что-то новенькое, что я узнала. Вот давайте опять вернемся к воде. Меня очень многие спрашивают, причем существуют разные теории. Кто-то говорит, что вообще нельзя пить во время тренировок. Ни до, ни после, ни во время, это прям вот очень плохо. Кто-то говорит, что наоборот, нужно пить очень много. Лично я, я пью столько, сколько мне хочется. Хочется мне всегда много пить во время тренировок. О, это прекрасно. Вот. Вот очень много таких вот споров. Иногда мне даже комментарии пишут, когда я там что-то про воду пишу. Мне пишут, ну, там, ученые же доказали, что нельзя пить воду. То есть существуют разные мифы по поводу воды. Вот что вы скажете по этому поводу? Нужно ли пить воду во время тренировки, до, после? И если да, то какое количество? Я скажу так. Имеет, точно имеет смысл в течение дня, сколько воды выпиваешь. Это можно очень легко рассчитать. 30 миллилитров на 1 килограмм веса человека. То есть если ты весишь, например, 54, значит, 54 умножая на 30, получается там 1600-1700 примерно в день. Вот. Это нижняя планка, от которой ты можешь пить воду больше. Окей, если у тебя здоровые почки, то с тобой ничего не будет, если ты больше выпьешь. Вот. Во время, там, до, после тренировки, скорее всего, будет хотеться пить, поэтому с собой точно имеет смысл брать воду. Ничего страшного, если ты ее будешь пить во время тренировки. Надо, ну, просто следить за количеством, там, не надо сразу всю бутылку пить, вот, потому что, может быть, от этого... Туалет выбежишь. Ну, из туалета бежишь, да, и будет... Никакой тренировки. Да, ну, и будет так тяжеловато все-таки. Вот. А если там выпить, там, пару глотков, вообще прекрасный эффект будет. А я еще слышала, что много воды нужно пить до 5 часов. А вот после 5 часов вечера нужно уменьшать количество воды. Это правда? И если да, то почему? Да, это правда. Во-первых, потому что, ну, ты будешь ходить в туалет, пока спишь, как после арбуза. Уже не будешь просыпаться. Да, да. Будешь просыпаться, и это нам ни к чему. Вот. А во-вторых, тело может поднакопить этой воды с вечера. Вот. Ну, как бы это может и случиться, а может и нет. Вот. Но если вы утром просыпаетесь и видите на теле, там, на руках, как, да, от подушки вот эти следы, то, значит, точно во второй половине дня лучше не пить воду. И, опять же, лучше обратить внимание на соленое. То есть вот эти отеки, которые иногда бывают на лице, это именно от соленого? Да, они могут быть от соленого. То есть это показатель того, что очень много соли употребляешь? Нет, это показатель того, что вода задерживается в организме. Она должна нормально циркулировать. Нет, нет, нет. Это значит, что нехватка воды просто. Нужно просто больше пить, и постепенно у тебя отпустит это желание есть соленое. Интересно. А вот еще такой вопрос по поводу воды. Говорят также, что лучше всего пить теплую воду. Не горячую, не холодную, а вот именно теплую. Она вот считается более полезной. Это правда? В этом есть смысл, потому что телу не нужно ее подогревать. То есть это как бы будет более естественный такой процесс. Да. Ну и утром я всегда, вот каждое утро я просыпаюсь, пью стакан теплой воды перед завтраком. А можно добавлять там лимон или там, я не знаю, мяту, воду? Можно, ну как, это по желанию. Вот, то есть в лимоне есть там витамин С и еще полезные витамины, поэтому можно. Ну это как по желанию. Кому как. Да, да. Интересно. Еще такой вопрос, который меня многие спрашивают. Что есть до тренировки? И за сколько до тренировки нужно есть? И что есть после тренировки? Ага. Так, до тренировки. Допустим, у нас там тренировка в 3 часа, например. Это значит, что вот за час до тренировки нам нужно уже поесть. Вот, то есть вот в 2 часа. А обязательно за час, если, допустим, по-моему, за 15 минут. Тогда на тренировке будет тяжело. То есть, в принципе, в плане здоровья ничего страшного, но просто будет тяжесть в теле? Будет тяжесть в теле, от тренировки не получишь, скорее всего, удовольствия. И есть вероятность, что больше не будешь на нее ходить. Вот, поэтому, ну как, для внутренних органов гораздо спокойнее проходит работа, когда они в более спокойном режиме, скажем так. Вот. А что вы посоветуете лучше всего есть за час до тренировки? Точно, белок, и он точно должен быть нежирный. То есть, это может быть та же рыба, морепродукты, птица. Ну, яйца, наверное, это будет, ну, можно, но смотрите по своим ощущениям. Можете не наесться просто яйцами. Вот. И плюс салат, уменьшенная порция небольшая. И что-то, там, либо макароны, ну, такие хорошие итальянская паста, которые целенозерновые. Либо это может быть картофель в кожуре. То есть, это не обязательно должна быть вот крупа, которая вот, в которой клетчатка содержится, там, не обязательно гречку, можно ее тоже. Но если вы съедите, например, картофель, вы почувствуете выброс энергии чуть больший. Вот. И, соответственно, у вас будет больше энергии, там, например, на том же бодиболете, вы будете гораздо более радостно делать упражнения, вот, чем после, например, гречки. Могу я, допустим, полноценный обед, да, там, или еду до тренировки заменить, выпив, допустим, стакан протеина с водой, развести и выпить протеин с водой за 15 минут? Ну, к нему надо будет добавить углеводов. Хлебцы, например. А почему нельзя просто выпить протеин? Да не, можно, просто дело в том, что от углеводов энергия. Вот. И, соответственно, если это какие-то интенсивные упражнения, вот, как бодиболет, например, где ты собственным весом очень много чего делаешь, то тебе нужна будет энергия. Тело будет ее откуда-то брать. В первую очередь, тело проще брать из мышц, если нет углеводов. Вот. И, соответственно, то, что ты пытаешься накачать на тренировке, это все уйдет просто на энергию. Поэтому перед тренировкой прямо обязательно нужно есть углеводы, там, в любом виде. Это могут быть хлебцы, крупа, вот, или паста, то, что я говорила. А почему тогда очень важно есть белок, если, как бы, главное это углеводы, потому что они нам дают энергию? Зачем тогда есть белок? Именно чтобы мышцы накачивались? Да, да, из белка строятся мышцы, причем даже не обязательно, если вы не ходите на какие-то силовые упражнения, да, вот, ну, бодиболет, я считаю, близко к силовым упражнениям. Вот. Если даже вы ходите на стретчинг, то в любом случае вам нужен будет белок перед тренировкой, потому что из него строятся любые мышцы. Вот. Если вы просто поедите углеводы, то у вас, конечно, будет энергия, но при этом белок еще сытость дает. То есть у вас и мышцы чуть меньше построятся, и вы чуть меньше сытыми будете. То есть у вас даже до конца тренировки может не хватить, вы снова захотите есть. Вот. Интересно. А после тренировки что вы советуете? Сразу же есть или через какое-то время? И если есть, то что конкретно? Ага. В течение часа. По ощущениям. Если прямо после тренировки сразу хотите есть, то можно, там, взять с собой, например, протеинный коктейль или протеиновый батончик сразу съесть. Вот. Если, там, терпите, можно дойти, например, до кафе или до дома. Вот. Тоже обязательно съесть белок. А дальше уже в зависимости от цели. То есть если это, например, вечерняя тренировка и уже вторая половина дня, то, соответственно, можно добавить, там, не знаю, овощи, гриль, например, или, там, ну, маленькую порцию салата. Вот. Если вы не хотите стройней, то можно и углеводов добавить. Вот. А можно вообще не есть после тренировки? Можно все. Только вот. Но вы, я бы, для здоровья вообще не есть после тренировки, если, допустим, занятие закончилось 9 часов, и тебе вот просто неохота есть. Лучше выпить коктейль протеиновый, да, если вот такая вечерняя тренировка, выпейте протеинный коктейль, тогда у вас мышцы будут строиться, тело будет восстанавливаться, и, в общем, эффект будет гораздо лучше, чем если не поесть. Понятно. Интересно. Как питаться для тех, кто, допустим, соблюдает пост, или кто вегетарианец, да, или, допустим, не ест там мясо и рыбу, но ест там яйца. Вот. Что вы посоветуете для таких людей? Как сохранить вот этот вот... В белке основная проблема, да. Да. Как, чем заменить белок в таком случае? Смотрите. Вот универсально для постящихся, для веганов обращайте внимание на бобовые. Вот сои – это прям клад, потому что растительный белок вообще для нашего тела не имеет значения, из чего он получает белок. Он все распадает на аминокислоты, ну, белковые, что растительный белок, что животный белок. Он все распадает на некоторый набор аминокислот, их 20. Вот. Растительный белок отличается тем, что в нем неполный набор аминокислот. То есть, например, в гречке их там 15 аминокислот, в чечевице их там 17, но они пересекаются. А в гречке тоже есть белок? Да, да, там тоже есть белок. Вот. Поэтому, если вы соблюдаете пост, можно соединять, например, зерновые и бобовые. То есть это та же самая гречка и чечевица, или там булгур и сою, или там фасоль, например. И так будет полный набор аминокислот вместе соединяться. Если вы хотите постройнеть, и вы на посту, то на ужин берите салат с маслом, посыпаете кунжутом и добавляете соевое мясо или вот тофу, вот этот соевый сыр. Его можно пожарить, будет очень вкусно и будет полный набор аминокислот за счет того, что это соя, плюс вот кунжутные семечки, они полный набор аминокислот дают. Интересно. Что вот вы посоветуете, вот сейчас зима, идет истощение организма, не хватает сил. А вот какие-то добавки, какие-то БАДы, витамины, что вот вы порекомендуете? Я сама пью омега-3 комплекс. Я тоже постоянно пью омега-3. У всех нехватка, поэтому начиная с конца октября, полгода, его точно можно каждый день пить, по две капсулы можно спокойно выпивать. И это постепенно накопляющийся эффект. И красота будет, кожа красивая, волосы красивые, ногти будут более жесткими. Это на все влияет. Есть еще такой комплекс OptiMen, OptiWomen, там полный набор того, минералов и витамина, того, чего нам может не хватать. Потому что мы с пищей можем не все получать, даже если мы хорошо питаемся, поэтому нам нужно добирать. Что есть, чтобы растяжка была лучше? Ешьте рыбу, мясо, птицу. Просто потому что в них содержатся как раз вещества, которые позволяют вам, во-первых, белок тот же самый, из чего, собственно, и строятся все клетки. Во-вторых, там нужны телу жиры. И из них в том числе строятся связки, сухожилия и прочее. И на воду обращайте внимание, потому что если, допустим, там те же самые спортсмены, у них нехватка воды, то они могут не показать каких-то там выдающихся результатов на соревнованиях, просто потому что они там свою норму не выпили. Вот, такое тоже бывает. А скажите, пить лучше всего только воду или можно, допустим, воду чем-то заменять? Допустим, какой-то травяной чай или вот именно воду нужно пить? Именно воду, да, потому что вода не переваривается организмом, а если это там какой-то напиток, там даже если это травяной чай, все равно наш тело воспринимает его как еду по большей части. Вот, и все равно оно включает какие-то вещества, чтобы переварить то, что есть в этом напитке. Даже чай? Даже чай, да. Вот, причем даже в некоторых сортах чая больше кофеина, чем в кофе. Вот, поэтому там надо смотреть, что вы пьете перед сном. Вот, а то если вы бодритесь, то, может быть, дело в чае. А вот еще такой вопрос. Имеет ли значение, во сколько человек ложится спать? И вообще, как сон влияет на общее состояние и на мышечный тонус, и вообще на всю жизнь? Очень много влияет, очень большое влияние. Вот, можно сравнить это с автосервисом. В любом случае, нужно отвозить машину на ТО, ну, периодически. Там ей меняют, там, не знаю, колеса, масло, вот это все проверяют состояние. Вот, та же самая аналогия действует с нами, когда мы во сне. То есть, мы отвозим свое тело на ТО, чтобы там все процессы, все мышцы, все клетки построились. Строятся они из того, что мы едим в течение дня. Вот, собственно, перед сном тоже. Поэтому очень важно вот этот ужин соблюдать, чтобы он был чистый, так скажем. Вот, во время сна происходят процессы построения клеток, обновления мозга, и поэтому сон очень важен. Причем важно спать в промежутке с 23 до, там, 6-7 утра. Вот, просто вот с 23 до, там, 2 часов ночи вырабатываются особенно важные гормоны. Именно с 23, а не с 21 или с 22? Ну, какие-то с 22 вырабатываются, просто вот особая концентрация именно вот в этот промежуток, до 2 часов ночи. Ну вот, и нужно уже спать в этот момент. Потому что если мы засыпаем, то только через час после того, как мы уснули, начинают особо вырабатываться вот мелатонин, самоттерапин. То есть, грубо говоря, если я просто легла в 11 часов, но уснула в час ночи, то это не считается? Ну, мало выделилось, да. То есть, гормоны, естественно, выделяются, просто вот самый пик активности их мы пропускаем, получается. То есть, не так важно количество часов, а важно именно с 11 до 2. То есть, грубо говоря, если я, допустим, легла спать в 2 часа и спала 12 часов, то это никак мне не поможет? Ну, скорее, можете чувствовать себя не очень хорошо после этих 12 часов. Ну, просто телу нужно откуда-то взять энергию, поэтому оно досыпает большее количество часов. Просыпается, понимает, что, ну, как бы все равно гормонов не хватает, но что делать? Надо уже, невозможно так долго спать. А если так получилось, что я вот поздно легла спать, но потом днем еще поспала немножко, это как бы заместит, возместит мой убыток сна ночью или нет? Тихий час, насколько вот он компенсирует вот эту вот недостачу или нет? Состояние может быть чуть-чуть получше. То есть, вы можете после того, как проснетесь, там, через полчаса-час, можете чувствовать себя пободрее. Вот, но в плане гормональном, самототерапин, мелатонин в это время не выделяются. Вот, поэтому нужно стараться ловить вот этот вот пик с 11 до 2 часов ночи. А я слышала, что есть какие-то, то ли, не уверена, то ли витамины, то ли какие-то гормоны, которые вырабатывают вот именно вот этот мелатонин, по-моему. А если, допустим, не ложиться в это время, да, но при этом принимать вот эти вот таблетки? Можно, конечно, все. Просто получается, что мы покупаем то, что нам остается бесплатно, по сути, от природы. Ну вот, причем с возрастом количество вот мелатонина, самототерапина, оно уменьшается. Оно у нас дано, как бы, про запас много в молодости, но потом в старости его практически не выделяется. Ну вот, поэтому пока мы молодые, мы можем бесплатно это получать. Вот, можно, конечно, и покупать, как бы дело ваше, но, по-моему, это как-то странно. Спасибо, Юля, было очень интересно. Пожалуйста. С нами была Юля Владимирова, нутрициолог, и я, Екатерина Юрочкина, основательница школы и растяжки Яя Данс, а также автор методики фитнес-балет онлайн. До новых встреч!